Специалисты Общероссийского народного фронта создают карту наиболее опасных перекрестков в Кургане. Каждый горожанец может узнать, на каком участке дороги стоит быть особенно внимательным. Карта поможет принять организационные меры, считают эксперты. Отбить желание и возможность лихачить на городских дорогах планируют, создав круговую развязку. Человек просто физически не может проехать быстро. Скорость будет неминуема в районе 20-30 км в час, которая и для пешехода, и для столкновения безопасна. Если мы устраняем вот это перпендикулярное сближение и столкновение, разводим по круговой развязке или какие-то варианты фривые, то тогда нивелируется сама по себе угроза. По словам специалистов, опасные перекрестки в городе один за другим. Например, пересечение улиц Куйбышева Пролетарской, Томина Карла Маркса, Кольмиготина Пролетарской, проспекта Голикова улицы Елизарова. Не только ветхое состояние светофоров, но и культура поведения автомобилистов и пешеходов могут стать причиной ДТП. В городские медучреждения ежедневно поступают пострадавшие в авариях. Кирилл Чадов уже более 10 дней лежит в больнице. Он был госпитализирован после аварии с ушибом руки, переломом носа и бедра со смещением. Ехали с другом. Друг на учебу ехал я на работу. Последний день отпуска был. И мужчина вылетел навстречу, и в нас въехал. Лоб в лоб получается авария. Когда буду водить, буду пользоваться онлайн обязательно, чтобы смотреть, где авария, чтобы больше бдительности было, чтобы больше не попадать. Не только на дорогах города, но и за пределами областного центра есть тревожные участки дорог. Опасный перекресток, смертельный поворот. Именно так отзываются жители города Щучья о пересечении дорог недалеко от всем известного объекта по хранению и уничтожению химического оружия. 92-й километр федеральной автодороги Иртыш привлек внимание общественников уже давно. Дело в том, что за два года на этом перекрестке неравнозначных дорог произошло 6 ДТП. В них погибли 3 человека и 10 получили различные травмы. В соседних районах, Шумихинском, Щучанском и Сафакулевском проживает большая часть работников химзавода. Утром и вечером они все едут на работу. Именно в это время и происходят аварии. По мнению сотрудников госавтоинспекции, чтобы привлечь внимание водителей, необходимо обустроить перекресток дополнительными знаками. Замена дорожных знаков 2.4. Уступите дорогу на знаки 2.5. Движение без остановки запрещено. Применение знаков с повышенной степенью светоотражения. Нанесение осевой линии горизонтальной дорожной разметки более износостойким материалом. А также устройство шумовых полос на подходах к данному перекрестку. Сейчас специалисты и эксперты будут заниматься изучением пересечения дорог на этом участке. После чего будет произведен необходимый комплекс работ по обустройству опасного перекрестка. Кроме того, общественники обратили внимание на участок дороги на шоссе Тюнина, 4-й километр от садов Нива. В прошлом году здесь погибли 2 человека, пострадали 10. В дальнейшем на этом участке планируют установить светофоры, дублирующие знаки пешеходного перехода. Все опасные зоны появятся на карте жизни. Специалисты Народного фронта призывают участников дорожного движения к бдительности и ответственности. За прошлый год на дорогах России погибли 26 963 человека. Показатель смертности по причине аварий в России в 3,5 раза выше европейских. Общественники обращают внимание, что аварии зачастую происходят не по вине водителей, а из-за низкого качества дорожного покрытия и разметки, плохой освещенности проезжей части и других факторов, которые необходимо исключить из причин возникновения ДТП. УНФ призывает объединить усилия общественности, властей и ГИБДД для достижения главной цели – снижения уровня аварийности и смертности в ДТП. Одним из инструментов, который поможет совместно решать проблемы обеспечения безопасности на дорогах, и будет карта жизни. Елена Швецова, Александр Менщиков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру.